У нас под снегом там растут маленькие саженцы-елочки, а из них потом, через несколько лет, вырастают вот такие вот красавицы, которые мы с вами несем к себе домой, ставим, украшаем и радуемся новогодним праздником. Дед Мороз провел для ребят познавательную экскурсию по лесному питомнику. Рассказал отряду школьного лесничества, что главный атрибут праздника не растет на сказочных полянах и не завозится из Лапландии. Родина праздничной хвои – специальные лесные питомники, в которых она рождается и растет. Живых елок, срубленных в городской квартире, я никогда не отказывался, потому что питомник, питомник, он выращивает для этих целей специальные елки. И вот как это сегодня один из ребятишек сказал, что в декабре запах лета – это очень здорово сказано. Здесь новорожденные деревья проводят первые два года своей жизни. За ними ухаживают, чтобы защитить от вредителей, обрабатывают специальными средствами. Разведением новогодней ели в Ермаковском питомнике занимаются с 90-х годов. С тех пор, как праздничная вырубка леса была признана нецелесообразной, лесники решили реализовывать елки в специальных контейнерах. В последние несколько лет настоящая растущая новогодняя ель стала очень популярна среди жителей Сибири. Юные лесники приехали в питомник не с пустыми руками. В преддверии Нового года они решили украсить зеленых красавиц не шарами и мишурой, а не обычными съедобными игрушками. Придумали мы сами так, не из интернета, нигде сами придумали. Сделано просто из простого хлеба. Ну, можно брать белый хлеб, можно черный брать. Просто берешь простой хлеб, сушишь его, а потом вырезаешь какие-нибудь фигурки из него. Потом можно чуть-чуть клея и пшеном там украсить чем-нибудь, тоже крупами какими-нибудь, ну, чтобы птицам полезно кушать. Не соленое сало надо, чтобы они не померли. И надо их, ну, так вот вырезать и получились варочки. Очень вкусно. Можно повешать на елке, они будут подлетать и хлевать его. Педагоги лесничества говорят, экскурсии и практические занятия не только нужны, но еще и полезны. А необычные елочные игрушки, кормушки для птиц – это еще и отличный способ для наблюдений. Я надеюсь, что эти мероприятия останутся у детей в памяти на всю жизнь. Это же здорово. Приехать на питомник, где растут елочки, посмотреть следы зайца, который охранял эти елочки. Знать, где растут елочки. Они уже будут знать, где это растет. Что-то не только в магазине куплено. В этом году в Ермаковском лесном питомнике посеяли около 4 гектаров семян сибирского кедра. Через несколько лет лесники ожидают неплохой урожай. На полях появится более 4 миллионов сеянцев благородных деревьев. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Новости.